Анри Пуанкаре, французский математик, считал, что в математике нет символов для неясных мыслей. Умение думать необходимо для того, чтобы достичь наивысшего результата. Но можно ли обойтись без мыслительного процесса и выдать максимум на экзамене, будучи натасканным на решение задач? Этим вопросом задался математик, лауреат конкурса «Учитель года» Михаил Попов. Ответ на него мы узнаем в мастер-классе «Как вырастить стоп-бальника. Инструкция для ленивых». Добрый день, дорогие коллеги. Но прежде чем начать, я считаю, должна сформироваться определенная область согласия. О чем я говорю? Что порой мы говорим одни и те же слова, но смыслы у них вкладываем разные. Вот давайте сейчас я назову слово, и вы какой-то образ, который у вас приходит в голову. Вот я говорю слово «стоп-бальник». Вот что он приходит в голову? Ну что себе представляете? Эрудированный ЕГЭ, такой добротный ботан, такой сидит, учится. А что вокруг него происходит? Вот, успешно. Вокруг него какой-то определенный хаос, и он вот успешный. Вот используйте единственное число. На самом деле, как показывает практика, что один в поле не воин. Для того, чтобы действительно дети выходили на высокий результат, то есть, ну что значит высокий? Вот 70-75 баллов — это результат такой ремесленный. То есть, ну можно так собраться с силами, поготовиться. Для того, чтобы писать на 90+, чтобы претендовать на 100 баллов, тут уже математику на любой предмет нужно воспринимать как искусство. То есть, его нужно полюбить всем сердцем, этим проникнуться. Для этого нужно, чтобы ценностные ориентиры в образовательной общности были выстроены правильно. Ну или, как говорят дети, тусовка роляет. Ну, тусовка роляет, то есть, вокруг, когда у тебя есть какое-то окружение, оно все равно на тебя давит. Да, можно как-то дистанцироваться, но все равно. Вот в классе должна быть пронизана математика, вот какой-нибудь пример из жизни. Что вот забегает 11 класс, начинают там двое толкаться у парты возле окна. Каждый хочет к окошку сесть там. Ну, весна, после каникул. Говоришь, так, стоять. Давайте, мы люди интеллигентные, дуэль. Выбирайте оружие, логарифм или тригонометрия. Ну, то есть, выбираем пример, кто первый правильно решил, тот неделю имеет право на этом месте сидеть. Или вот забавно получился ситуативный случай, тайна запретного шкафа у пятиклассников. Ну, у меня в кабинете из всех шкафов один закрывается на замок. Ну, причина банальная, там лежит елка и елочные игрушки стеклянные, чтобы дети не открыли, не побили. Ну, понятное дело, в пятых-шестых классах фантазия бурная, там нарнии все начитались, тайная комната и прочее. И это возникает. Под Новый год я поставил туда кодовый замок купил и повесил четыре задачки олимпиадные. И, соответственно, ответы правильные к этой задаче, если решить, то кодовый замок откроется. Но я вам скажу, за урок не решили, это перемахнуло на следующий урок. Но ажиотаж был такой, что следующий урок уже невозможно было вести. Приходит ко мне коллега, говорит, ну, просто невозможно их отвлечь, там дневник ничего вообще не действует, пока вот не решили. Ну, решили, открыли, там уже их ждало печенье, конфетки, то есть, ну, вот такой рожа получился момент. Но на самом деле, что вот это выстроить, нужны определенные пазлы, такие вот, из которых это формируется. Но вот прежде всего, конечно, детей нужно научить считать. Причем неважно, берете вы десятый класс, одиннадцатый, лучше, конечно, это когда с пятого начинается. Но вот я сейчас говорю, десятиклассников нужно научить считать. Я вижу, такие взгляды начинают появляться, что, ну, человеку, наверное, нужно с кем-то посоветоваться, с человеком для связи с реальностью, ну, что-то, ну, не то. Соответственно, вот, да, это, не говоря, здесь табальник. И следующее, мы, вот я вкладываю в понятие посчитать, это вот такие примеры должны решаться за секунду, решаться вообще просто мгновенно. Вот человек на это смотрит, ну, и независимо, на самом деле, сквозной материал с пятого по одиннадцатый класс. И вот я думаю, что далеко не всякий одиннадцатый классник сходу это решит. На самом деле, конечно, здесь никаких секретов нет, хотя для младших классов это начинает выглядеть как волшебство. Им хочется это показать сверстникам, что не нужен никакой столбик, все это считается. Ну, на самом деле, вот это расписывается, есть определенные приемы, ну, определенные чувства числа, когда развито, разложить на множители, уйти в степени двойки, или если числа обладают определенными свойствами, то можно применить некоторые вычисленные финты. Сейчас не математический мастер-класс, я углубляться в подробности не буду. Но как вот этого достичь? Да, с детьми нужно отрабатывать примеры, да, считать. Ну, на самом деле, вот моя авторская методическая разработка — это устная контрольная работа. И вот те методические разработки, которые я здесь приведу, — это несубъективная позиция, что, конечно, хорошо, там, опыт, свое видение, свое мнение, но надо доверять числам. Числа никогда не врут. Это просто статистика, что после практики устных контрольных работ дети перестают делать ошибки. Ну, что это значит? Вот смотрите. Соответственно, выводится генератор случайных чисел на интерактивную доску. У каждого ребенка пустая парта, и только его номер в списке электронного журнала. Он знает свой номер. И еще один учащийся стоит у доски под диктовку учителя, записывает какой-то пример. У учителя за столом табличка, куда он ставит плюс и минус. Что происходит? Пишем какой-то пример, который несет в себе какой-то, ну, вычислительный прием, что-то кроется. Несколько секунд, и нажимается генератор случайных чисел. Чей номер выпал, тот отвечает. Никаких поднятых рук, никаких «спросите меня». Генератор случайных чисел не знает таких вот школьных законов, о которых знает там каждый первоклассник, что если тебя только что спросили, ну, в следующем опросе первые три, там можно спокойно расслабиться, не решать. Тебя могут спросить три раза подряд, могут пять, могут десять раз разных спрашивать. Это исключается. И благодаря вот этой автоматизации за урок можно решить порядка двух сотен примеров. И вот разговариваешь с детьми, и говорят, устное, контрольное выматывает гораздо больше, чем письменно. Я на себе это ощутил, когда 11 класс на уделе ученика проводил. Я сел в класс. Я скажу, это не для слабонервных. Вот ты постоянно в тонусе, постоянно вот этот стресс ждешь, что тебя спросят. И ведь когда мы письменные вычисления делаем, мы же все равно значительную часть проделываем усно. Ну вот перестают делать ошибки, просто статистика. Вот дети, которые прошли в пятых, шестых классах эту закалку, седьмой класс вообще, ну, то есть примеры технические. Дальше следующий момент, что в каждом предмете есть такие, скажем так, ну вот в математике это 13-15, допустим, тригонометрия, логарифм. Сейчас я, может, скажу, звучит немного странно, что думать там не надо. Ну то есть эти задачи хорошо алгоритмизируются, есть на определенные образцы, бери и пиши, ну как бы то, что ты знаешь. И, в принципе, хороший класс можно довести, что на пробниках они решают 100%. Но на ЕГЭ треть ошибется, ну вот закон такой, что треть ошибается. Что можно делать? Первое, ну, как наша хоккейная сборная одевала свинцовые пояса по 15 килограмм, играла, потом их снимала и летала по площадке, обыгрывала канадцев. То есть что можно? Да, усложнять по содержанию или сокращать по времени. Да, дает прирост, но незначительный. То есть, ну, меньше, конечно, но все равно процентов 20 ошибается. И вот мне пришла в голову интересная мысль, и действительно она оказалась верной. Вот работает. Это из практики шахматиста, вот когда мы даем сеанс одновременной игры. Вот ты, к примеру, кандидат в мастера, играешь там, ну, с четвертым, третьим разрядом. Ну, ты железно выигрываешь. А если с двумя, с тремя? А если ты на десяти досках играешь? Даже с разницей в два разряда далеко не факт, что ты больше половины обыграешь. Как это реализуется на математике? Вот мы берем, выписываем на доске пример один, пример два, три, четыре. Ну, примеры обычные там из пробников. Учащийся выходит, пишет по одному действию. Вначале здесь, 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 здесь. То есть, думайте, он решает не один пример, он дает сеанс одновременно игре этим примером. То есть, вначале решает здесь, следующий человек выходит и делает логический шаг в каждом следующем примере. И вот это действительно работает. То есть, удается снизить до где-то, ну, 10% от класса. То есть, 90% решают на ЕГЭ без ошибок. Следующий момент. Вот, как-то математические игры, такой интересный пласт, но как-то считается, что он все-таки прерогатива, ну, в старшей школе не надо. Что уже, ну, взрослые люди, все для фронта, все для победы. Что лучше там время дорого, нужно лучше лишний пробник отрешать. Ну, что там играть, эти игрушки. На самом деле, конечно, здесь нужно сохранять холодную голову. Не должно замещаться классический урок, никакими играми замещать нельзя. Это естественно. Но иногда это позволяет сделать определенную перезагрузку, определенную такую стрессовую ситуацию. В хорошем смысле этого слова, что человек, привыкший, вот, обкатанный в таких вот ситуациях, он и в стрессовой ситуации ЕГЭ не сделает ошибки. Ну, вот, игра, которую я хочу рассказать сегодня, это моя авторская разработка. Это математический морской бой. Ну, все мы в морской бой играем, понимая механику игры. Ну, то есть, что у нас есть одна команда, назовем ее пираты, другая — королевский флот, и класс делится на две команды. Ну, на две команды делить здесь нужно следовать двум принципам. Первое, чтобы команды были сбалансированы по силе, ну, иначе игра станет бессмысленной. И второе, чтобы был определенный азарт. Ну, к примеру, мальчики против девочек. Ну, к сожалению, в мат-классах это практически невозможно реализовать, к сожалению. Хотя бывают случаи, что и можно. Или информатики против физиков. Кто-то информатику сдает, или кто физику, чтобы был какой-то накал страстей. Ну, или банально. Выбираешь двух капитанов, какую-то устную задачку они решают. Кто первый, выбирает первый, набирают себе команду. Дальше что происходит? Одной команде стопка листочков с задачками, другой. Задачки, соответственно, у команд одинаковые. И у нас три раунда. У нас три раунда. Назовем их пристрелка, полный залп и фаза абордажа. Ну, в чем она заключается? Что такое пристрелка? Ну, вот раньше два фрегата съезжались, не стали же сразу давать полный залп. Вначале старший канонир брал пушку, на глаз пристреливал, смотрел недолет-перелет, корректировал прицел и давали полный залп. Ну, что это значит? Вот, к примеру, в пристрелке я обычно использую задачи из первой части ЕГЭ. Кстати, как их решать, кто будет какую делать, это все внутренняя детская общность решает. То есть здесь можно решить меньше задач, но перепроверить, чтобы два человека решали одну. Это отдельный интересный момент, такой социализирующий детей. Соответственно, одна команда решила 6, задача другая 8. Ну, значит, в первом раунде у одной 6 выстрелов, у другой 8. Полный залп. Здесь можно задачу несколько усложнить и повышающий коэффициент. Двойка. Решили 6 задач, значит 12 выстрелов. Решили 7 задач, значит 14. Уже ситуация накаляется. Но, как правило, двух залпов, конечно, не хватает. И переходит в фаза абордажной схватки. Здесь уже повышающий коэффициент 3 или 4. Соответственно, у всех очков много. Но разница в том, что они делают пошагово. То есть уже накалена обстановка. Уже после двух залпов обычно значительная часть флота уже потоплена. И вот у одной осталось там, допустим, два одноклеточных кораблика. У другой там три. И начинают они пошагово делать выстрелы. И вот идет определенный накал страстей. Но я скажу, что на самом деле лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И лучше всего самим в это поиграть. Конечно, сейчас мы посмотрим несколько упрощенный формат этого варианта. Но, тем не менее, так. Мне тогда нужно два добровольца из товарищей. Так. Можете тогда вторую сторону подъезжать? Вот как раз у нас даже... Что-то я подумал, хорошо бы цветовая гамма пиджака была черная, что пираты и королевский флот. Ну уж. Так. Ну что ж. Знаете, поймем. Значит, ну первые. Пусть ходят пираты. Кстати, не знаю, почему всегда вот дети хотят быть пиратами. Ну, не знаю, юношеский максимализм. Давайте тоже пират. Не будем отступать от классики. Пираты ходят первыми. Ну давайте вопрос к команде пиратов. Ну давайте три в квадрате. Девять. Отлично. Ну давайте, кто первый сказал девять. Вот вы. Ну скажите, куда стреляем? Поле какое? Куда? А2. Хорошо, мимо. А2 мимо. Так, ну поехали дальше. Девять в квадрате. Ну, извините, куда стреляем? Вот вы. Куда стреляем? Б4. Мимо. Да, хорошо. Следующий ход посложнее. Одиннадцать в квадрате. 127. Прекрасно. Куда стреляем? Так. Г4. Мимо. Так. Следующий вопрос. Угол в квадрате. Молодец. Угол в квадрате. Да, прекрасно, что здесь вот был приемчик такой. Пытаться поймать на инертности мышление, что звучит похоже, а на самом деле другой. Прекрасно. Куда стреляем? В2. Мимо. Так. Хорошо. Ну давайте какой-нибудь вопрос из немного другой серии. Где? Последняя битва, где командовал Наполеон. Ватерлоу. Да, правильно, кто первый сказал? Ну вот давайте вы. Да, вот вы. Г4. Так. Уже и было Г4. Что ж туда стрелять? Куда? Куда стреляем? А2. Так. Так мы же уже здесь были тоже А2. Что-то... В3. Так, убит. Давайте, да, значит, здесь два одноклеточных кораблика и здесь два одноклеточных кораблика, чтобы было. Да, здесь такие у нас камерные флоты. Это хорошо. Значит, следующее. Давайте такой вопрос. Наименьшее целое двузначное число. Наименьшее целое двузначное число. Десять? Не, не десять. Целое, не натуральное. Целое. Давайте подумаем. Целое. Это значит натуральное, противоположное. Мы ноль. Что-что? Не, не. Существует целое. Мы уходим... Минус десять теплее. Еще. Минус девяносто девять. Прекрасно. Давайте, куда стреляем? В пиратов. В-3. Так, мимо. Да, наименьшее двузначное число. Минус девяносто девять. Так. Хорошо. Ну и сколько лет длилась Столетняя война? 116. Да, правильно. Прекрасно. Да, вот такое название, таящее все. Каверзный вопрос. Куда стреляем? А-1. Убит. Ну что ж, Королевский флот потоплен. Пираты остались невредимы. Хотя, в принципе, отвечали абсолютно одинаково. То есть количество выстрелов у нас было одинаково. Но, видите, веселый Роджер в этот раз победил. То есть я хотел продемонстрировать, что... Спасибо большое. Можно убирать, что прелесть этой игрушки в том, что, конечно, как правило, выигрывают те, кто лучше отвечает. Но больше выстрелов, больше ударов сабли. Но, тем не менее, всегда остается определенная воля случая. Сейчас, секундочку, у вас вопрос. Ну, сейчас я закончу тогда и скажу, отвечу. Соответственно, ну и что можно сказать. Мой мастер-класс назывался «Как вырастить стабальник инструкции для ленивых». Вот в этой парадигме я хочу сказать, что на самом деле, если детей ты берешь уже с довольно раннего класса, то в 11 классе можно лениться. То есть ты из такого, скажем так, направляющего командира уже переходишь в такую позицию эксперта. Когда ты можешь дать задание одному варианту, составить сложную контрольную другому, и наоборот, и дети там будут стараться. Когда уже они переведены во многом в режим открытого поиска, когда ищут какие-то сложные задачи, которые не решили, чтобы их там разобрать. И можно быть ленивым учителем и выращивать стабальников, но для этого нужно много и упорно работать. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!